Всем, Кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Hollow Knight в мод Palecourt, и сегодня, скорее всего, у нас будет последняя серия прохождения этого мода. Вроде как там осталось немножечко контента, собственно, в пантеонах и так далее. В прошлый раз мы с вами играли, проходили этот самый, как его, Путь Бездны, Путь Болит 2.0, как угодно можно его называть, Путь Бездны, я, честно говоря, сам придумал, не знаю, как он называется в оригинале, но мне так понравилось, в принципе. Почитал комментарий, он такой вызвал, как я понял, противоречивые эмоции у многих зрителей, на самом деле, у многих игроков, точнее, да. И я, в принципе, на самом деле понимаю, почему, потому что Hollow Knight, ну, как бы, эта игра заточена, в первую очередь, под боевку. Для платформинга, платформинг здесь, в принципе, для игры, которая заточена под боевку, он неплохой. То есть, в клетках, если вспомнить платформинг, да, и сделать его более сложным, чем портал испытания, там будет, типа, Путь Болит из Hollow Knight, и это была полная жопа, которую я проходил тонну времени и прям охренел. При том, что в клетке играть умел гораздо лучше, чем Hollow Knight тот же. Сегодня мы, кстати, будем играть, наверное, через гвоздь, я думаю, в первую очередь, потому что я хочу полноценно боссов прочувствовать в том классическом стиле, в котором они задуманы, чтобы их ничего не ломало и так далее. Ну, пускай будет, в принципе, так. Метка гордости и... Что еще там? Нисходящая пронизующая тень? Типа, вот так вот билд выглядит, вроде бы. Не уверен, точно, вроде бы так. И многим вот Путь Бездны показался как раз-таки намного душнее и не таким приятным, не таким интересным, как Путь Боли. Он просто получается короткий, он гораздо более строгий в своих движениях, это основная его проблема, как бы. И из-за этого всплывает сразу же некоторые проблемы Hollow Knight, которые как раз-таки заточены под боевку. Это как раз-таки, например, резкость движений, то, что у нас вот такой вот прыжок, который просто как вертикальное перемещение скорее ощущается. Он, в принципе, для боя ты достаточно гибко себя ощущаешь, но в платформере как-то не так хорошо себя контролируешь, хотя ирки приноравливаются к этому тоже. Напоминает это немножечко мне как в Heaven Eyes Death, тоже там платформинг, там это вообще мимо. Здесь с этим получше, в общем-то. И есть еще, собственно, этот удар вниз, который буквально, если рассматривать игру как для платформинга, тебе никакого смысла нет бить в сторону или вверх. Типа, отбиваться немножечко от стены, что ли, нет смысла, да? А нажимая вниз плюс удар, у тебя лишние клавиши вниз, собственно, задействуют. То есть, если бы это был чистый платформинг, могли бы заменить атаку просто ударом по земле, вот таким. Это было бы проще и не было бы лишней кнопочки, в общем-то. У нас навозный защитник здесь так стоит, у него новая, собственно, аренка. Судя по всему, ну, к нему и надо зайти, да, мне писали про это. Это одна из, как по мне, вот таких вот проблем. И получается... Ой. Получается, что ты можешь... Ни хрена себе. Получается, что ты еще с трюкачом дополнительно можешь сделать рывок вниз. Но, в целом, я для себя, например, мне... Вау. Вау. Для меня проблемой путь бездны не является, собственно. Мне он так, типа, ну, прошел и прошел. Для меня что-то было такое плюс-минус обычное по сложности. То есть, я понимаю претензии игроков к платформингу Hollow Knight. В целом, там, ну, как бы и разделяю их, но, в то же время, мне они не доставляют проблемы. Это не платформинг Maximus, это не платформинг Heaven Eyes Dev. Здесь он все-таки для меня гораздо приятнее. А-а-а, здесь я... Все, я понял. Здесь я могу сражаться с... Со стражниками всеми тоже. Сонастроенный, вознесшийся и лучезарный. Как раз это за ручки, это что такое? Здесь есть скамеечка. А-а-а, стоп, вызов чемпи... Вызов чемпи... Опаньки, это походу... Это, походу, пантеон этих засранцев, да? Этих боссов. А-а-а, и вот здесь скамеечка уже есть. Вот оно как. Вот, теперь я... Я потому что не знал, где находятся пантеоны на самом деле. Я выписал себе, что надо к статую чревня подойти, к статую белого защитника. И, типа, и искать пантеон, я написал на самом деле. Окей, пантеон нашли, в общем-то. Статуя чревня вроде бы находится где-то внизу. А вот и вон, кстати говоря. Мне писали, что... А, у него, смотрите, у него второй этот... Не, погоди. У этого один кругляшок, у этого два кругляшка, у этого тоже два кругляшка. А что это значит вообще? У него есть какой-то рычаг, кстати, вот. А-а-а! А-а-а, вот оно что! Я на самом деле так и думал, честно говоря, что здесь будет тиса, потому что мне писали, что здесь добавили тиса. Подойди к статуе чревня, все такое. Ну, я сопоставил, что, типа... Зачем еще, может быть, сюда подойти, если не для тиса, да? We in God of Ressels Challenge. С настроенным, давайте попробуем, собственно. Я не знаю, какой он сильный вообще или нет, беспонятен, но мне любопытно посмотреть. У него... Я думал, что он на самом деле придет... А, тихо! Пушка! Тихо, ни хрена какой! Он щитом прикрывается еще. Весьма так агрессивно. Ага, и разворачивается в случае чего. Ох ты ж, блин. Я чувствую... Эти шипы, кстати, веря на земле остаются так-то. Ох, нифига он меня уничтожил! Окей, я понял. Я почему-то думал, что, может быть, будет такая тема, что к нему заходишь к чревню, и чревня, например, выносит тиса и появляется на арене таким образом. Я думал, может быть, там так будет. Оказывается, здесь подойти надо было, потому что, собственно, у тебя, в принципе, выборка боя появляется теперь. Блин, он на меня наступает постоянно. У него такой вот богатый пулатак. Ни хрена себе музяка, конечно. Идеально его вот как раз таки байтись на щит. Прыгать на него сверху. Фу! Ни хрена себе. А потом бить с другой стороны, собственно. Вот с этого опасно. Вообще-то надо сверху пережидать. Но сразу же вторая попытка существенно прямо лучше. Здесь-то чувствуется, я думаю. Я хотя бы что-то ему нанес. Но когда лечиться на нем, честно говоря, я не особо понимаю. Ох, ни хрена себе. Вот это так одна из самых опасных, наверное, сейчас, когда он просто стреляет в такую пушку. Музыка немножко сломалась, по-моему. Да, и музыка здесь такая своя, весьма бодренькая темка. А, понял. Начинать бой с атаки с ним тоже не приветствуется. Разработчикам моду нравится такой. Такой использовать, судя по всему. Блин, он еще отходит от меня прям вообще. Пока не до конца выкупают атаку, как нет. Что делать вообще? Слишком резко. Он ступил на меня еще, к тому же. Блин, а что с ней делать? Он, типа, он двигается, можно спокойно. А потом на тебя прыгает еще в случае чего. Охренеть. Какая жесть. Погоди, а здесь на стенке можно забираться? Может быть здесь на стенку будет лучше переждать, а? Главное не сделать так, чтобы он, чтобы он на меня не прыгнул, собственно. А, здесь на стенке можно забираться, да? Погодя, как делать чарджи так у стены? А не получается, она консервирована. Чуть мне не работает, не знаю. Но с ней тут кнопочка же не много, вроде бы тут. Ну, который, типа, зарядка, чтобы сделать длинный рыбок. Блин, мне нравится, что львиная доля атак, они без возможности задолжить их хоть как-то. То есть они просто прилетают мне на голову четко. Либо он в меня прыгает, когда я нахожусь выше него. И он четенько в меня влетает. Либо это вот такие снаряды, которые сверху просто прилетают. У этой атаки тоже какая-то дико быстрая подготовка. Что-то какой-то тиса вообще бешеный. Я, насколько помню, он в обычной игре ведь помер, если не ошибаюсь. То есть он стал, попал жертвой этого самого, как его. Колизея, он вроде как под ним находился. Что-то нихрена себе тиса импище. Ты как там сдох вообще? С таким арсеналом урона. Арсеналом атак. Идеально вообще отпрыгал от него сейчас. Пока они до конца все равно покупают атаку. Он еще делает, когда прыжок такой. Он бывает иногда дальше проходит, чем пролетает, чем изначально может показаться. Ага. Когда он кидает свой щит, он сначала отходит в сторону чуть-чуть. Сейчас будет стрелять, наверное, скоро. Нет, не будет стрелять. Сейчас будет стрелять. Вот это самое... Ну, come on. Вот что-то, когда он стреляет, при этом ты... Единственное, куда можешь прятаться, это сверху от него. А он берет и прыгает. Весьма внезапно. Это мне не особо нравится пока что. Еще, кстати, не сходящая тьма поняла. Опа. А отступают только вторая фаза? Серьезно? А, или нет? Ладно, я хиляюсь. Может, надо быстро прочитать? The Glory All Mine. Он не дамажит. А, эти шипы можно отбивать, кстати говоря. Окей, что-то я в этом не подумал. Как схорнить, собственно? Что-то пошло не так или что? Я просто не знаю. Ну, а стены сделает рывок. Да, я на нужную клавиш нажимаю, но здесь нет. А вот здесь можно, кстати говоря. А вот выше нельзя. Там, походу, походу, вот здесь стена полноценная. А тут? А, тут да, уж нет стены. И что дальше-то? Э-э-э. Как только без комментариев решил посражаться, сразу же вынесу его. Ну, что-то я не понял пока что. Вы понимаете, вот я нахожусь, если далеко, он прям до меня в любом случае допрыгивает. Но, блин, мне не нравится слишком большая резкость его атак. То есть ты реально не можешь от них зачастую уклониться. У него минимальная подготовка. Он слишком внезапно стреляет из пушки. Ты уже, если... Если ты начинаешь ворачиваться от атаки постфактум, когда она как бы начинается уже, то ты уже не можешь от него вернуться. Тебе надо вот на опережение просто в воздухе находиться заранее. Как будто бы вот таким образом, не знаю. Потому что она слишком резкая. С прыжком, кстати, это то же самое. Выпрыгиваешь от одной атаки, налетаешь, например, на прыжок. Но тут причем как повезет. Иногда он прыжок ставит, иногда нет. Атака тараном тоже такая весьма неприятная, честно говоря. Потому что он бьешь, а он берет на тебя бежать и начинает. Но меньше напрягает все равно. Субтитры создавал DimaTorzok Ох, какие подлые прыжки. Ну вообще, как бы бой с ним весьма такой любопытный. То есть он так парирует твои атаки, тебе нужно четко там, нужно сверху наглом приземлиться, а потом в сторону идти, и потом уже его бить. Много таких вот микромоментов. Весьма любопытный. Вот с этой атакой, например, ты должен... Я так понимаю, что он заранее как бы прыгнул, да? Если ты слишком быстро оказался над ним, то сразу же рассчитываешь, что тебе надо немножечко дальше быть. То есть не сразу пытаться отбиться, да? Иначе он отойдет, и ты попадешь под его атаку. А... Снесли. О! Нихрена себе! Вот оно что. Пришел чревень, он вынес чревня, и они вдруг... Ох ты, блин, как они сделали. Мы с тисцей сражались, когда он перешел во вторую фазу, пришел чревень, и они... взаимно улетели в нокаут, скажем так. Вот оно же, какой завершенный здесь бой даже. А я, честно говоря, думал, что он просто... Просто сейчас без бага у меня и закончится, и все. А оказывается, вон как даже сделали. Прикольно, и... Скажем так, здесь... Показывается, как... Как раз-таки... Ну, типа-тип-типо... Как он как раз-таки пал. Приятно, что тут есть, получается, и пятый такой вот босс. Полноценный, весьма проработанный по своим атакам, механикам, по... Ну, как его, по... Анимациям. Ну, некоторые атаки весьма-таки пока что кажутся немного неадекватными. Ну и что ж, у нас тогда получается, что только Пантеон остается, если я правильно понимаю. Я, честно, не знаю, как я буду проходить его, потому что я... Когда я там записывал первую серию по этому моду, я считаю, не знаю, две недели назад бился с Хигемолом, с Измой, с остальными тоже там... Больше недели назад уже дрался. Недели полторы, наверное. А это белый защитник вообще? А, серьезно? Я чуть не... Блин, оточнят ведь. И смотрите, сзади четверо плюс король. Пантеон защитников. Вау. Да, очень хорошо, что белого... Белого навозного жука здесь тоже добавили. Я, правда, тоже его плохо помню. Он относительно, насколько я помню, был особо не страшный для меня, но... А, стоп! А, в смысле? А как? Их двое буквально? Охренеть! А, ну смотрите, она изменена... Ё-моё! Вы чё, троллите? Их же не будет пятеро! Не, их пятеро точно не может быть. Ну, типа, даже двое. Это уже жесть какая-то. Они, правда, относительно аморфные, то есть она... А, стоп! Погодите. Я понял, что она не призывает существ, да, но, по-моему, она... Она комбинируется с ним атаками. Она кидает его навозные шарики в меня. Нихрена себе, как сделали! Чё-то я вообще такого не ожидал. Я думал, что просто по порядку сейчас я буду с четырьмя сражаться, потом я понял, что с пятью сражаться сразу же, и, в принципе, это было уместно. А тут, оказывается, нет. Оказывается, гораздо любопытнее. Окей. Ну и мы будем с гвоздем классическим способом смотреть на их, как сражаться, собственно. У него немного хп, да, я как-то смутился, что, типа, бой с ним как будто закончился. Сначала хотел подождать, пока... Почему я сразу не бил? Я ждал, пока шарик упадет, и типа всё. А потом его побить. Может, ещё всё равно там, как бы, в защите находится, и не особо получать урона. Жесть! Она просто в меня направляет. Охренеть! Ещё её надо видеть, кстати говоря. Отлично! Получше уже. Ух, нифига себе! Жесть! Вот за ней следить тяжело, честно говоря. Ещё и мне тут рассадники запустило. Охренеть! Стоп, а она, получается, тоже... Она часть таренки тебе отрезает. Интересно, а что будет потом? Там же, ну, не может, что этот бой ещё станет сложнее, что там ещё другие придут. Может быть, они будут попарно, но тогда у нас остаётся как бы 2-2 и 1. Либо я без понятия. Либо, может, ещё как-то комбинироваться будет. Не знаю. Ну, чё-то я не ожидал. Мне надо как-то думать ещё, как отхиливаться, потому что он, типа, желательно... А, ну, хотя я сейчас отхиляюсь, когда вынесу этого. Хорошо, хотя бы первая фаза с ним достаточно быстрая, то есть она не полноценная какая-то. Это радует. Она тоже клоняет, соответственно. Она... Причём, когда вот запускает, он такие целую пачку, она через одного, через одну. Когда он... Одну запускает, вторую не запускает. Когда он запускает обычными, вот такими. Она запускает, каждую меня перенаправляет. Жесть! Как здесь за многим надо следить! Я вам всегда говорил, что, знаете, есть как бы одноразовая сложность боссов, когда ты просто запоминаешь атаки и как пошагово их выполняешь доджес от них. А есть, когда тебе гибко надо в процессе боя адаптироваться. И такое, это просто совершенно другой уровень сложности. То есть это какие-то быстрые действия, большое количество атак, которые друг на друга накладываются, и тебе недостаточно просто их отдельно все заучить. И вот здесь как раз-таки значительно более сложный, скажем так, вариант у нас представлен. Я сейчас запахну, да, потому что я рывок сделал. Не туда. У меня ещё... Блин, мне бы, знаете, что я бы длинный рывок, честно говоря, убрал бы. Мне он не особо нравится сейчас. Хм, слушайте, а я сейчас, знаете, о чём задумался? Я же бил постоянно только защитника. У них же, наверное, не общая хп явно. А может быть... По-моему, я догадываюсь, как они сделали, скорее всего. Ты выносишь одного, приходит следующий. И они все друг между другом, возможно, комбинируются тогда. В таком случае мне надо думать, с кем я хочу увидеть эту самую ту же. Как его. Зиммер, потому что она пока что, мне кажется, самый проблематичный. Блин, а погоди, а как Хигимола бить? Он с другим боссом вообще сочетаться сможет, нет? Он же тоже весьма дикий. Так, сделаем. Ух ты, блин. Её шарики тоже, вроде бы, когда она запускать, точнее, можно отбивать, если не ошибаюсь. Но весьма так. Тоже это страшно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не то вообще. Так, она уменьшила на Маренку. Окей. Долгом так. Мне кажется, он скоро сдохнуть должен уже будет. Либо, может быть, я сдохну сам сейчас. Ох, нифига себе! Нифига себе! Охренеть, какая жесть! А он прыгает, а она шипы с под земли пускает. Ну, ну, ни хрена себе. Мне нравится, что они не просто в тупую запихали двух боссов в надежде на то, что как-то игрок пройдёт. А у них есть изменения, у них есть сочетание как бы парной атаки. Это очень прикольно. Действительно сражаются, скажем так, былые защитники. Бок обок, друг с другом. Только мне это не... Мне это ни хрена, ни помощь. Изма и... Тихо. Защитник. Окей. Может быть, надо меньше делать хаотичных раков, я бы сказал, да? Вот так, вот так просто. А ходить чаще. Ай-яй. Тихо-тихо, тихо-тихо-то шли. Я её не увидел, если что, да. Когда тебе надо нужно садить за двумя целями, это очень тяжело просто понять, где там кто находится, когда следующий кто атакует. Так, отрезать таранту тоже. Ай-яй-яй. Некорош, этот рост он хуже иду. Да, я сливаюсь потихонечку уже. Но хп у них прилично, надо сказать. она смотрите она череду такая стана на одной атаке она делает лазу на другой атаке она пускает его шарик соответственно не бездельничает через атаку понял чем то что можно отбиваться от ее лазы кстати говоря тихо 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 и понял уже отрезает арену нихрена себе я быстро в этот раз но дамажил на первой фазе это смотрите-ка она отрезает арену хотя хп мало у защитника может быть у них как-то я даже не знаю она потом вернет мне арену нет если бой продолжится еще или можно все-таки мы как-то попарно реально будем разобраться с боссами не будет такого что они чередуются скажем так на свет у нас теперь это еще делает она это обычно так и и кто-то одно делать то другое понял есть и хотя бы одного делать ах ты блин не успел понять но в принципе куда тоже дальше заходим в любом случае опа 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 так погоди как иди все еще нахрен она все-все ожиу жук в этот самый как его ушел понял жизнь еще такая кран ключ и тика за него что ли чудо вообще адски и ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой снесли 1 первая парочка пошла я там а вот и две сразу же прямо я к что с ней тоже будет будет бой будет коротким а потом будет и мол либо же земер чисто не знаю с кем даже было бы лучше в паре не представляю ни с одним из другим и хиги мол я просто не представляю как его в паре с кем-то увидеть земер сама по себе самое страшное для меня с 3x 3 мне писали что мои сомоны немножечко ломали потому что она реагировал на атаки некоторые комбинации атак не проводила как бы засчитывала что рядом с ней я нахожусь все такое типа с ней лучше с гвоздем сражаться интереснее целом я я с ним гвоздем получается не сражался но мне нравится мне на на принципе по 8 скорее всего ближе всех зашла больше всех оказалось такой очень органичный лаконичный тихо 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 друзья без урон до спорт не делюсь хотя сколько времени я ее не видел и с гвоздем с ней я не сражался вовсе но она прям такая знаете приятно читаемая я бы сказал пока что выглядит ух ты блин часа раточка пойдет сразу знать когда одно ошибку допускаешь потом идут ряд просто вот теряться я вряд ли смогу здесь да смотрите-ка с ней как тобой идет долго подозрительно то есть как будто бы второй босс не вылезет сейчас возможно не знаю нет ах не успел идти достаточно долго с ней надо сражаться в принципе я могу мне кажется двигаться так вполне может быть с ней чисто будешь сам сражаться может быть зиммер с хигимолом потому что у нее как-то хп было достаточно много но проблема в том что вообще не отхиляться то есть ты после боя отхиливаешься на три сердца до на три маски может отхиляться но этого недостаточно как бы хотелось бы целиком смотрите-ка с ними намного стал лучше стал сражаться и вот она как каждый раз когда да когда он начнет здесь прыгать на этой фазе она делает вот комбинацию сразу же из нескольких атак своих в том числе вот этой ух ты блин еще понял такой момент еще с прошлой попытки на самом деле что когда изма начинает бить горизонтально атака когда начинаешь ты прыгаешь бьешь по ней сверху то вниз обязательно лучше прыгать именно не сходящим пике вот этим вот потому что иначе хигимол своим прыжком задамажить зачастую интересно эти два удара который я сделал перед боем скажем так официальным скажем так с этой парочка они засчитываются или нет или они по броне проходят так я вынес новых и в этот раз я даже целиком успел отхиляться перед 3 окей может получше получится не знаю хотя прошлый раз я прям был доволен тем как я бою меня шел с ней зачастую это кое-что первых путки например получше а потом а по их хреновее все идет вот да да вот чисто она прям прыгает на меня как-то что же когда над ней нахожусь не знаю даже надо сосредоточиться немножечко потому что ух ты блин хотел через неё рывок сделать на что-то как-то пошло не так совершенно ужасное начало двое которое закончится по-моему гораздо раньше даже чем предыдущая попытка была на 3 ты похиляться да не можешь к сожалению вот это проблема многих этих боссов на них хил просто не работают и буквально только магию по сути юзаешь ну за энергию свою и только между фазами может быть во время битвы с боссом раду что на изме можно и то на изме старой не не такой которая с егемолом а скоро защитим их место блин не ожидал этого о пошла вторая паза с ней черт узнаешь с чем мы будем делать вообще потому что я просто сам он убил хотя там удовольствия у меня получался не более-менее тебя понимаю как она работает вроде бы но голова в глазах все забыливается очень но зашли дальше но смотрите-ка она сражается полноценно одна все-таки блин если земер будет а может быть только с измой такой ком такая комбинация кстати говоря потому что измана типа не такая страшная на других мне кажется все-таки послабее всех но хотя у нее здесь ирон каменьки именно синергия идет с белом защитима скажем так комбинации такие не факт что у остальных будет что-то подобное потому что изма скажем так она сама по себе такой некий саппорт которого можно комбинировать а другие все боссы они самостоятельные дэшки скажем так и как они могут с кем-то сочетаться я честно не уверен а если просто их запихать вместе это будет жопа давайте на чистоту да иногда конечно можно отхиляться но это как правило вот такое вот случайное подгадывание момента даже три раза получилось но тут раз на раз ты мне придет скажем так ну не то что прям совсем такое до подгадывание но это можно иногда более-менее спорта раздел сделать специально скажем так примерно когда понимаешь уже какая атака плюс-минус должна быть может и реально проще так было бить а всегда на этой фазе на кажется реально фиге мол я плохо уже помню его я уже конкретно так плохо помню его ты боже ох сейчас будет контактный урон на два сердца сейчас выполн смерть моя слушайте хуже всего знаете что что зиммер идет последний она для меня сложнее всех как бы и получать что я каждый раз буду проходить этот этап первой троицы которые я думаю что он вообще достаточно быстро сейчас проходить а потом буду на ней сливаться и такой типа пять минут заново до нее идти буквально как с пантеоном пятым да ты всех боссов уже знаешь всех легко выносишь но пока ты дойдешь до лучезарность ты уже забудешь как она сражается вообще и потом заново идешь я душит просто большой дистанции и тут блин было бы гораздо мне комфортно если бы порядке шла например это сам как его хиги мол и 3 пофигу потому что я в принципе их более-менее понимаю обои да с ними сразу сразу смог нормально это парочка пускай допустим в начале первая либо вторая шли ну то есть зиммеры это парочка первыми и вторыми и мол и 3 отдельно без разницы вообще в таком порядке охраненная начало боя решил покеляться называется это минус 3 сердца просто не успеваешь так все-таки я почему-то ощущаешь здесь арена как будто меньше снимала чем обычно его кажется прямо очень-очень тесно блин ну реально же арена смерти а вот тренинг зашел я могу в один угол уйти и вообще его и близко не видит даже а там он у меня типа рядышком постоянно блин это большая проблема сам я не могу натренить его так как он там находится реально арена там меньше потому что у меня такое устойчивое ощущение а это типа я бы сказал две трети боя от этого зависит у меня сейчас не потому что с ним хочется находиться на расстоянии на ком-то на есть так ну чувствуете у более-менее что у тебя было больше именно реакции не находиться с ним постоянно рядышком он говорит чебурек или мне кажется быть чебурек вот не первый раз мне тоже просто слышится сейчас решил упомянуть кстати говоря там на заднем фоне так ты королинг стоит еще стражник короля который такой один они двое 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 как раз таки его фигурку у нас кузнец в том числе скрафтил я еще раз кузнеца перепутал с братьями я что-то забыл что кузнец ставить отдельный персонаж совсем уже запутался давно очень проходила меня переклинило многие потом поправили в комментариях снова чебурек вот серьезно сейчас бы чебуречка да чем я думаю время пантеона как бы заточить пахалу да насчет боек средств этой парочки на самом деле с обоначалу мне казалось что они комбинируют свои атаки на самом деле нет они скорее перестраиваются атаки то есть у тебя нет такого что тебе надо адаптироваться во время боя просто у тебя таки другие тебе надо не привыкнуть постепенно то есть тоже определенным образом как это не звучит по сути и все по большому счету это не такой бой который вот бесконечно скажем так долгое время будет тебе трудным это ты один раз понял и дальше принципе уже выверена просто дождься конфетка так нежели во время должен процессе как-то адаптироваться прямо сильно вообще идеально не помогут . получил хиги мол химов слуха бы пришел его что развалился поудобнее но поле но сейчас я на нем блин оба сумки чувствую ну да естественно прям вот подряд ну и жопище жизнь вас не тоже не помню что он делает я поэтому не люблю я обожаю посыпать трижды трудных но никогда не блин подряд идут я не помню чего он делает я просто на нем скис хотя до этого почти без урона все прошел блин арена ужаснейшая себя я у меня просто перс ниже половины текстур во всех местах жесть вообще невозможно себя банально не видишь постоянно как бы там типа со стороны ты можешь вон пашка что есть но когда ты играешь именно тебе надо перса чувствуете фон воспринимать его тут прям печаль тоска беда обиды там конечно такой проблем не будет сто арены но черт возьми мне вспомнить что она делает то вообще даже вся хиги мол сейчас несу меня потом она сама вынесет и типа мне что-то не особо хочется лишний раз выделил по пять минут каждый раз доходить это были ночи сильно утомляет очень много времени банально требует у меня сколько нет говоря без метки гордии здесь гордости здесь турнир достать что я сейчас поменял ее на шаманский гамме то что мне кажется маги мне может пригодиться реально больше на более трудных боссах на этих то я и так справлюсь она земер той же на хиги моли может быть тоже отряд сирота особо не можешь там ну в хиги моли две маски в межфазе в лучшем случае а то и одну из нее не сразу же сможешь сделать отхил а магия носит достойный урон принципе меня вот этого штучки спасает меня частенько и вот я сдох блин на третьей фазе его уже но у меня было хэпа в принципе не так уж много вначально отхватывал целом получше но блин меня земер в конце напрягают очень сильно еще вот после знаете после того как он делать удар по земле мощный можно отхиляться если быстро от него задоджить когда он делает такой небольшой рывок тебе вот такой потому что после этого сразу отходит зачастую он либо отходит либо начинает делать то так но чаще отходит все-таки те моменты на которых можно гарантированную масочку застрелять некоторых можно еще найти где побольше ну и само собой две три можно закидать когда выносится белый защитник и три еще после боя соответственно как то так получается на 3 и только три маски разочек на гимоле 2 либо одну в каждой межфазе и после него надо может быть сколько-то еще но типа весьма ограниченно скажем так лечение все равно если на начале ты можешь хиляться вот сколько влезет условно говоря то дальше уже на таймере находишься да ты серьезно вот это у меня поджопник прописал но неприятно было третью фазу переходит на что-то я не вижу где я сейчас выношу как нельзя как разыгралась на хрен да я его все-таки вынес я не было ощущение что не осталось мало хп но у меня две маски и теперь земер ох ты блин хорошее начало боя да ну тип ну типа да проблема в том что они все подряд идут я не помню как с ней сражаться еще и блины хп ни хрена нет ну что такое ощущение что с ней надо просто держаться в воздухе постоянно типа она там хотя бы не достает до тебя особо ничем ну типа прям максимально высоко прыгать и бить иногда проходя через нее вот так я добиваю если с трех ударов не добила здесь на на 3 идеально попасть чтобы добить ее потом можно когда она горизонтально появляется снизу и в принципе удобно ударить можно да она просто через пол аренки нахрен бежит с таким радиусом атаки господи вот дошел я и вообще уже не помню просто к этому моменту и все их она пол я впервые случайно убил изму 1 они защитник а лол охренеть так тоже возможно это хреновый расклад потому что я не могу похиляться ухиляться могу на один раз меньше но на 2 хинги получать либо даже на 3 иногда защитник отключается и измок позволяет хиляться этот мне не дал времени особо это гораздо хуже распада и порядок боссов конечно здесь самый паршивый как был который только можно придумать то что дрия босс на который простой но на ней не похиляешься так много то есть первая парочка они позволяют тебе выхилятся на полную гарантированно считай но они идут самыми первыми и перед самым простым относительно остальных боссов то есть перед перед ри и перед которыми меньше всего нужно лечиться относительно других а потом идет хигимол который сносит тебе все хп своим блин своим свои тушите на кучу урона потом этот первый босс которого блин не разбери что по атакам и которого я хуже всех знаю я на место снаря легче все добьет и себя до него в принципе дойду очень неприятно распад босса но он такой тип он логичный потому что он по усложнению идет но черт мне возьми мне было гораздо легче чем пройти в обратном порядке само собой потому что ты начальный этап ты easy проходит проходишь и будешь его проходить не потому что он тебя чаще встречается потому что сибос сами простые но тебе-то нужны другие то они на других будешь сливаться здесь я уже максимально небрежно играть потому что я все равно хиляюсь нахрен если захочу просто побыстрее хочу терпения не хватает каждый раз вот это вот заниматься тягомотиной о серьезно что ли погодите так она гораздо тоньше чем в обычная версия и и лол стой стой чего погоди я уже снял наушники и ты самый тут сижу развалки чё еще такое мне 2 фаза что ли погодите-ка я чуть не понял лол 2 фаза серьезно дворов лите и вторую фазу завезли серьезно вы чё стоп а ее на тренись как-то можно нет типа единство что меня может напрягать это либо что-то всрато и нечестно либо это что-то очень просто долгое потому что у меня терпеливости вот такой вот сидеть и заниматься одним и тем же нет совершенно и вот здесь именно второе то есть путь бездны например пройти мне хоть без урона даже будет проще чем вот этой фигней заниматься где ты пять минут долбишь сначала вас от которых ты отлично знаешь уже более-менее тогда с которым проблем не имеешь а потом уже такой типа тот кого ты кого надо сейчас привыкать будет а тут еще новая да ну ёлы-пало ну его нахрен я в другой день запишу короче говоря у меня уже времени нет просто или стоп или тут есть тренинг а это что такое есть тренинг что ли мистик а есть тренинг лол окей это просто снимается хотя бы не знаю он до этого появился или нет но и на том спасибо нет кое-что не о хп просто очень мало на первой фазе она 2 будет джопа там я чуть очень ничего не устал понять честно говоря а я еще думаю как-то она так быстро перешла в фазу где начала метать свои щиты вот эти вот вот допустим я ее снес блин потому что еще привык при входе как надо среагировать надо было еще лучше вопрос а когда ее бить-то а когда любить-то погодите я только что делать с ней я просто не понимаю когда любить может не очень мало хп я не знаю честно говоря потому что иначе не делать я вообще не представляю может хаотично так просто блин она оставляет еще какие-то потоки ветра а или 100 прям просто на арене остаются чертова поймет вот теперь на ней вообще чуть там сверху творить что это боже что ни хрена как он парирует нафиг просто вам надо либо хаотичные долбить либо знать заранее ли вы со стороны посмотреть что не знает она будет чтобы понять как вообще как она двигает что делает девчонечки не понимаю а еще оказывается на ней можно лечиться на второй фазе когда накидают собственно свой этот меч вот тогда самым моментом для под для подхива потому что типа он весьма стабильно получается видите да только потом надо еще не огня грести само собой но тут из-за своей ошибки рада что может быть не знаю может не она просто рандомно их ставит на ней не мне пацан не взятом по центру есть какая вот это что и при этом ребят я не удивлюсь есть есть какой-то китаец кореец и так далее кто в первый же день выхода этого мода прошел уже и этого босса тоже без урода и пантеон тоже без урона такие всегда тоже найдутся как правило но черт меня возьми я совсем не радую что мне в конце пантеона еще гасить вот это вот вот это вот это что такое что за омега парирование целая пачка подряд да без понять по он просто на вторую фазу короче я тебе надо скопить как можно больше маны и заход начать ее опустошающим пике я других вариантов адекватные минут стабильную выносить особо пока не вижу я может можно прочитать с ней пользу понимать что он делает пока что сильная в этом не хотел сейчас она поспокойнее стало на начало боя какую-то не было вообще дикое начало ли паз точнее потом становится как успокаивать чуть что ли не знаю но основа вопрос сколько у него все-таки хп и сделали специально долбанута быстро долон дикой по атакам но очень тоненькой или все-таки и оставили полноценная хп босса и не знаю если второй вариант это будет очень нехорошо мышцы она помню систематически одинаково дерется вначале то есть по-моему это ее просто начальная атака а потом она уже дерется нормально ты сначала тебя тут дичь пережить а потом ее до марта меня туда марта во время вот это иметь выпить это безумно а стоп она вообще сразу щитом кидается из нее даже нет как бы 2 по 2 фазы сейчас коронки по-то сразу может им кидаться да то как так не было у меня стоп а в центре это так вообще не бьет что ли они отбьет бьет но не сразу но смотрите к львиную долю можно принципе здесь просто переждать на самом деле типа просто в углу кто боже просто в углу потому что ну доджет пытаться в центре арены ну смысла какого как будто бы нет них хопа ох ты блин ну даже так она все остается честно ряд дикой просто а так тоже можно да прям парировать подряд две атаки даже нормально с быстрым гвоздем по крайней мере вы посмотрите я ползу доджил эту часть атаки часть в одну и понятно она по всему блин по всей арене вносится туда-сюда я не заложи конечно но то я задолжил на удел три атаки потом начинают появляться вот эти вот лезвия как раз таки и считай ты должен просто из стороны в сторону гоняться и надеюсь на то что получится от них отец должен блин они так быстро раскрывают что-то просто кипец можно этот момент еще подкидятся разочек но опять же хилка это это не дома ко мне все равно как-то надо учиться как как-то надо дамажить нет тоже пике могло мне сэкономить единичку хп в принципе и нанести еще урон там уже блин даже это еще не ластую фазу лол я уже на следующий день на самом деле записываю с нескольких попыток на самом деле дошел до следующей фазы по-моему я дошел до нее типа запас ролик немножечко но у нее по ходу три фазы вообще короче греха бы прям полноценно здоровая я короче говоря провел на ней уже достаточно много времени на самом деле на второй фазе я понял многие и атаки как от львиные доли из них уклоняться на самом деле но не всегда это все идеально получается вот если вкратце от первой атаки я например сначала пережидаю здесь три удара на делает потом резко надо искаться сразу ты я пока падаю я бы с быстро достаточно снижаю расстояние с этой штучкой тем самым она по мнению достает здесь дальше мы держимся сверху в идеале вот так вот прыгаем в центр на хрен потом снова назад теперь на стенку аккуратно главную да вот еще очень важно не делать двойные прыжки то есть двойной прыжок ты делаешь только не подряд либо если она делает не лишь на так от которой иначе не перепрыгнуть если она запускает волну надо делать один прыжок рывок и так странно на два сердца ты так и бьет между прочим если она запускает волну вот такую рывок прыжок при прыжок рывок еще прыжок если что атаку вниз чтобы запарировать ее атаку если она вот так типа да от атаки с безумным спамом на земле я спасаюсь только при помощи нисходящего пике то есть в воздухе вот так начнет ее да я пропрыгиваю а потом уже а вот так я примерно спасаюсь от нее всегда нахрен по другому не знаю как честно говоря покажет не представляю особо как-то по ней прыгать парировать звучит как полная жесть то есть вот раз но ты за счет пике сможет спокойно успеть подпрыгнуть еще но я вроде как все атаки по отдельности более-менее понимаю но зачастую бывает проблем тем что я просто и не вижу она из-за экрана делает что-то чего не ожидают и плюс еще теряешься тоже надо успеть всего и все это делать но я утра и уже блин только за сегодня час уже еще до этого там сколько-то потратил временем хотя правоспирирование большими отвлекают еще начать и так далее но типа босс конечно жесть а начало боя лучше все начинать вот так идеально бить ее два удара иногда получается три тогда когда она пускает свой меч как раз таки на землю вот этот вот в том числе на 2 фазе и также этот босс он легче всего парируется просто парирую практически всегда когда она там крутится что-то еще такое дело ты гарантированно на хрен спорируешь но все равно не стоит на это прям слишком сильно полагаться на постоянной основе то есть если нужно если ты чувствуешь что чего-то не уворачиваешься хотя бы нажимай на атаку может быть парируешь может быть повезет так снова раз уходим теперь ждем немножечко прыгаем снова опять же я боюсь их специально сверху чтобы за счет инерции падения за счет этой скорости я избежал как раз таки урона здесь нам немножечко заранее прыгнуть центр потом сюда и в этой вот в одном из углов этих можно переждать если она запускает не на ох ты блин сейчас бы плохо да ладно я контакт вороном получил хотя бы нет это атаки на два сердца потому что было бы если запускает эту штуку не по земле то она будет запускать ее столько раз пока не достанет по земле собственно это одна из самых безобидных я бы сказала так что проблем бывает не когда ты не видишь и или ожидаешь чего-то другого несойдящее пиле тоже нужно но я взять себе решил все-таки не шаманский камень а в размашистый гвоздь ну его нахрен реально он сильно мне необходим как будто бы вот опять сделал двойной прыжок из-за этого появились проблемы сейчас и специально запарировал сейчас такая подлая атака весьма есть отчасти как не охватываю делать один удар но вместо чтобы сделать такое полноценное комбо как ожидаю я обычно от этого от нее она делает с разворота взмак с волной ах ты блин и на ней прям нужно очень грамотно юзать теневой рывок вот опять атака да как раз таки вот да весьма начисла вторую фазу идет в пальце следующий удар наверное здесь можно максимум дважды похиляться это не всегда то есть надо прям притык если успеваешь я прям чувствовал сколько у него хп осталось но и да ну видно как бы получше становится причем это я с комментариями то я не за кадром записывают я упрятаться сейчас в процессе сейчас сражаюсь я правда без наушников сейчас еще сижу потому что черт возьми жарко устаешь сосредоточен так играть я еще там вот на видосик смотрю все такое обычное сейчас на пауз просто ставил но типа прогресс есть но меня волнует то что мы ее вынесу скоро скорее всего же относительно меня волнует ее в пантеонах нахрен доходить чтобы сделать одну попытку на этой жести вот так по красоте нахрен это я и причем не случайно так сделал именно что специально парируешь это все 10 этот босс подразумен располагает неплохо к этому но сон финал и 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok Да, как раз таки Истинный сосуд DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Меньше всех нравилось, я не понимал ее атаки Но когда я долго-вдолго вот потренил Ну как долго, ну так относительно, скажем так, долго относительно других боссов Потренил, мне в том числе вот эта таинственная зимер показалась Я не могу сказать, что нечестным боссом каким-то То есть ты в принципе от всего вполне себе уверенно можешь уклоняться Все атаки читаются Но от себя, как от игрока, требуется гораздо больше Тебе требуется не только видеть, но и успевать делать это все Я вспоминаю, что-то как-то вспоминал в процессе бой Саски и Рок Ли В самых начальных там, в начальных сериях Где Саски видел наперед все движения Рок Ли Но не мог двигаться с той же скоростью И это была его проблема Вот это меня в бой напомнило эту сцену, собственно Музыка потрясная в моде Единственное из таких вот ощутимых минусов, как по мне Это аренки в некоторых местах бывают, мешают конкретно Учитывая, что мод позиционирует, как я понял, себя на все-таки более такой тяжелый контент относительно, да То вот такой дискомфорт в виде того, что на аренке тебе текстурка мешает, заграждает твоего персонажа Это как бы не особо уместно Очень порадовало меня понтону в том плане, что я реально думал, что это 4 просто босса подряд Потом оказалось, что это нихрена не 4, а 5 Хотя как бы 4,5, скажем так, да Первый изменен и последний оказался такой лютой жестью Я не большой фанат, на самом деле, когда лютую жесть ставят в конец Именно потому, что это требует очень много времени Мне просто его, у меня его нет, мне его жалко и так далее У меня запись в итоге не уложилась, я ни в один день, ни во второй, по-моему, во второй недолго играл Сейчас на минут 50 где-то поиграл буквально Но, знаете, не стоит иногда бывать травить прям беспрерывно, потому что Знаете, как вот стих, например, ты выучишь его так более-менее, как ты что-то помнишь Относительно, так можешь за пинками рассказать Засыпаешь, на утро просыпаешься, все от зубов отлетает Вот у меня всегда так было, и у многих тоже И вот это аналогично, в принципе Ты делаешь какой-то перерыв, поспишь, на следующий день у тебя прям Значительный скачок сразу же будет Вот как-то так Так как, знаете, мышцы растут, собственно, развиваются, останавливаются во сне Так вот здесь тоже, типа, скажем так Ты натренировался, а существенный баф получишь, собственно, на следующий день У меня такое впечатление, у меня же не первый раз трос такое И черт меня возьми, эстетический босс красивый И мне в итоге начал доставлять бой с ней Именно вот такой мистический зиммер У нее достаточно большой пул атак И при этом некоторые из них имеют разные развилки, скажем так Например, когда ты ее не видишь на экране Она появляется сверху, и там два варианта Она либо сделает дэш в угол Тогда после этого она запускает вертикальную волну От которой тебе надо сделать прыжок, рывок Потом еще прыжок, и можно в процессе ударом вниз по ней пробить Потому что она сделает гарзональную атаку, как правило После этого она делает то же самое, но либо может снова сделать гарзональную атаку Либо может сделать прыжковую атаку Либо может запустить свой меч Либо может вообще просто уйти, если не ошибаюсь еще Если же она в самом начале Ооо, нифига! Нифига, где это я? Если же она в начале, наоборот, сделает Броситься в центр Ну, скажем так, в тебя Тебя надо делать рывок После этого прыжок, потом она делает еще один какой-то рывок А потом, пока ты находишься в воздухе, ты ждешь Ждешь момента, когда начнет следующую атаку Либо она остановится на этом Либо она начнет метаться из стороны в сторону туда-сюда Тогда в таком случае Делаешь Нисходящие пике Потом снова подпрыгиваешь И тянешь время в воздухе И этого спокойно хватает Во втором же варианте, если она ничего не делает То просто делаешь ей удар там и так далее От каждой атаки, в принципе, ты понимаешь, как уклониться В начале, например Как я уже говорил, когда она входит в фазу Когда входит во вторую фазу Когда она переходит в финальную фазу, получается, да Ты Это самое, как его На стеночке я пережидаю Три удара После этого надо, находясь в воздухе, падать резко вниз Чтобы успеть уйти от вот этого вот Не знаю Развихрения какого-то Так три раза подряд Ну, вы видели, собственно, в бою, как я это делал От этой атаки, вот, которая начальная фаза Здесь нужно прям реально понять, как от нее доджить Пока ты не понимаешь, разобраться в процессе очень тяжело А так Босс очень хорошо, удобно парируется И вот Действительно, кто мне будет потом писать Не знаю, там, пройди какой-нибудь там соус Или что-то такое еще Пытает запугать меня сложностью Ну, посмотрите Потом там скиньте Там, не знаю, видосик, допустим, с этим боссом Потому что, как правило, в играх редко бывает Что-то сопоставимо по сложности Не могу сказать, что это как Пределом их возможностей Даже не близко, я бы сказал Но это, скажем так, сложнее, чем Очень многое того, что я видел Вот И из боссов в играх Вспомнить кого-то Прям пожестче Мне так сходу будет, честно говоря, сложно Вот именно, если ты Если ты сам прям изучаешь И если ты посмотришь, конечно, тактику Как пройти ее полностью Тебе не будет никаких проблем, наверное, особо Ну, будет непростенько, да Но прям это Я говорю Колонайт, в принципе, для многих непростая игрушка, да Особенно, если мы говорим про 112% И пятый пантеон Который не входит в эти проценты А этот мод, он заметно сложнее, чем любой босс из Hollow Knight Вот этот босс, точнее По крайней мере Что вы мне скажете, собственно О, это ты Ты смог войти Я делал все возможное, чтобы оставаться на чеку С тех пор, когда до нас дошли новости об этой Инфекции То есть об этом порче хвори и так далее Хотя долг рыцаря защищать гаражное королевство Это было нелегко Особенно перед лицом опасности Которую никто не видел и не ощущал Пораженные насекомые будут безудержно нападать на других Даже на тех, с кем они знакомы У многих не хватает сил направить свой Коготь против зараженного Но я думаю, вам не стоит беспокоиться об этом Поскольку король рассказал нам о пустоте, которой вы обладаете И которая делает вас невосприимчивым к ее воздействию Да, собственно, потому что мы как раз-таки Сосуд полый, который И должен, наоборот, вобрать в себя Эту скверну Разложение Агрим Давненько мы с тобой не виделись В обычных обстоятельствах Малыш, как приятно видеть тебя в этих священных залах В качестве друга Наш спарринг был действительно приятным Но иногда я от него устаю Но я так как устаю Особенно от вот этой последней тетушки Которая такая безобидная Тихоня, казалось бы, но... Жесть, как может морду нарвать Тем не менее, сражаться с тобой бок о бок с Измой Было замечательным опытом Мы уже некоторое время работали над нашими техниками И было приятно опробовать их против кого-то Против нового противника А это как раз-таки да То, что они там дуэт свой делали И ты превосходно вернулся от них Честно предупреждаю, друг В следующий раз мы не будем делать это легче Короче, я сейчас обещаю еще больше жопу Ну, в принципе, это самый безобидный был босс Изма Как чудесно наконец-то поговорить с таинственным маленьким рыцарем Я не часто встречал людей Которые обладали вот таким мастерством в обращении с гвоздем Кроме нашей Дрии, конечно Это был король, который обучал тебя Я никогда не видел, чтобы наш сеньор держал оружие в руках Но его мастерство в бою должно быть действительно велико Раз оно помогло ему создать такое чудесное королевство Интересно, какая мысль пришла в голову этому краснокожему воину Чтобы по глупости покусаться А, чтобы по глупости покуситься на жизнь змея Мне жаль этого мертвого предателя Краснокожему воину Честно говоря, даже не знаю, о ком он Я так пытался помозговать, что-то как-то Не знаю даже Вот и наш самый первый босс игры, да? Но в своем истинном облище На самом деле он так вот подзапарывал мне некоторые забеги У меня были красивые прямо на нем попытки А последняя была не самая красивая Уже тоже приноровился и к этому боссу в том числе И вот как раз таки был очень важным моментом На пантеоне яйца на нем, собственно, не слить все свои маски А более-менее отхиляться, чтобы к зиммер прийти с нормальным здоровьем Я бы никогда не подумал, что такой маленький жучок Может обладать такой могучей силой, как у тебя Ты удивил меня, малышка Малыш Когда я впервые увидел тебя, я подумал, что смогу сразить тебя своей могучей булавой Как гвоздь бьет по наковальне Но я не мог быть более приятно удивлен Это напоминает меня о том времени, когда я тренировался с Измой Чтобы прорваться сквозь созданную ею листву Она вызывала виноградную лозу, которая подставила мне под ножку И с тех пор никогда не позволяла мне забыть об этом Блин, ну Изма, кстати говоря, здесь такая, знаете, прям принцесса Мне бы сказал Прямо так, и по центру сидит, и принцесса такая Я не знаю, мне трудно сказать, какой у меня босс больше всего зашел Честно говоря, зиммер обычная мне не зашла А вот с этой как-то, когда ты понимаешь, как одна доджется Тебе начинает доставлять нереальное удовольствие этот бой Вот серьезно, можно же сделать вот сложно И при этом Чтобы у меня, например, не появлялось ощущение, что это как-то нечестно Поначалу ты, конечно, охреневаешь Но потом у тебя появляется азарт, любопытство Вот это вот огонь в глазах Я говорю, я не боюсь сложности Я боюсь, когда именно, что криво, например, и срата сделано А вот это прям, прям балдежно все-таки в итоге Хоть и выглядело как ту матч, но в итоге доставило меня все-таки удовольствие А-а-а, лиммер Дальше что-то не особое, если вы здесь поняли Че с нейлплей, типа игра с гвоздем Че Че это кто? Что это вообще? Не особо понял Игра как с гвоздем не могла сравниться с вашим мастерством А сила редко встречалась в этом старом королевстве На, про свою возлюбленную писать что-нибудь, да Возлюбленная была, богомол, собственно Идеальное парирование, быстрый удар И снова этот Че, и Че упал, не успев опомниться Ни мои товарищи до Че, ни клинок Че Сталут не изменили справедливого исхода Кто такой этот Че? Не с тем понимаю я Лиммер Твои подвиги заслуживают увечения в прозе Позвольте Че сплести такую историю А, кстати говоря, знаете что еще можно? Можно еще почитать их Мыслишки, да-да-да Любить, заботиться Разве это не необходимо для спасения нашего дорогого королевства? Такая сила Ты довольно любопытный парень, маленький рыцарь Любопытный случай, надо сказать Какие секреты хранил король, чтобы собрать такую силу? На мою шутку в ответ только тишина Ты странный маленький рыцарь Возможно когда-нибудь ему понравится одна из других историй Может он в свою любимую так называет? Я не знаю, честно говоря Вот как так И у него, соответственно, цветочек здесь свой Крупкий А где мы, интересно, находимся сейчас в этой игре? А, мы, наверное, сюда можем попасть только, собственно После прохождения понтона, я так понимаю, да? Причем, когда заходишь в игру Когда ты посидевший на скамеечке Вот это, которая Которая перед этим понтоном Тебе пишет, что ты находишься в Белом дворце То есть здесь, судя по всему, как-то вот оно по ходу так сделано Что отображается там, по крайней мере Ты как будто там находишься Да, и мы Вышли, собственно Вроде как, ребят, на этом я Ничего не забыл больше в моде Не упустил Черт на не возьми Я ни разу не пожалел, что я решил его пройти Я прям кайфанул И безумно кайфанул с боевки Hollow Knight Мне она очень нравится Вот это вот Вот даже прыжок, который здесь есть Да, к нему привыкаешь И он в боевке Он хорошо, приятно ощущается Ты прям чувствуешь всю гибкость Все возможности своего персонажа Иногда бывало такое, что вот Самые одни из самых неприятных для меня атак Это когда большая волна по земле Которую надо именно перепрыгнуть Потому что бывало такое, что я на нее не успевал перепрыгнуть Собственно Но это были именно скорее мои проблемы Потому что так в целом Все атаки доджатся более чем И прям вот Черт мне возьми, просто балдеж Насколько же все-таки Hollow Knight кайфа игра Здесь большой потенциал роста для именно скилла игрока Ты не просто, знаете, вот болванчиком запоминаешь атаки боссов И все, в принципе, проходишь дальше без проблем Хотя такое как бы Ну, чаще всего тоже здесь как бы такое есть То есть именно в первый раз это доставляет проблемы Потом проще Но как же я кайфую с боевки здесь И вот Даже с таких весьма жестких боссов Которые поначалу кажутся Какими-то, не знаю, всратами А на деле оказывается, что они вполне себе адекватно играются И прям мне очень зашло Кайфовый мод Может быть, ребят, какие-то моды еще будут Но я не знаю Каких-то глобальных модов, кроме рандомайзера Каких-то упоротых модов я не особо хотел бы У меня были мысли сделать Может быть, какие-то, не знаю, там, мини-серийки Может, буду делать, а может, не буду, не знаю еще По каким-то там радиант или радианс Что-то такое боссы были Вот я бы хотел грима точно пройти какого Потому что это грима обычный мой Один из любимых боссов, как минимум Здесь не самый Хотя всегда я называл его самым Но сейчас, мало ли, вдруг что поменялось В общем-то, мод сделан с душой, черт не возьми Он не без каких-то грехов, но они такие относительно незначительные Там, типа, с аренкой как раз-таки вот эти моменты Хотя вот эти как раз-таки не очень приятные Любопытные амулетики, хотя не все Как бы один Ну, у них у всех свой спектр применения, скажем так Они не должны все тебе, скажем так, зайти Ты все прям хочешь всегда использовать, не знаю По боссу вот я затрудняюсь какую-то оценку дать Потому что повторно мне этого босса вынесли сейчас, ну, несложно реально То есть я ее могу, ну, как минимум через раз точно проходить И мне кажется, вот этот понтон я тоже сейчас через раз буду уверенно проходить Потому что на первом боссе я не теряю здоровье в итоге вообще Потому что я полностью откиливаюсь Там вариантов отхила очень много Во-первых, в конце боя ты восстановишь себе 5-6 сердец Во-вторых, там на первой фазе можно фул себя откиливать Тоже халявно, абсолютно легко На второй там уже посложнее в этом плане, конечно После Дрии можно восстановить себе вплоть до 5 масок, по-моему, после битвы с ней После Хигимола можно хоть 6 масок Как-то так И в целом приноравливаешься И все получается, в общем-то Если в пятом пантеоне много просто большая дистанция, но боссы простые То здесь дистанция небольшая, но, скажем так, боссы существенно выше порядка Тот же Хигимол, наверное, мне... Ну, наверное, он... Ну, хотя не знаю даже Я бы сказал, что он примерно так близко к Королю Кошмара в грим Что-то они так примерно сопоставимы по силе Хотя даже не знаю Вот Меня прям вот... Не знаю, мне разносят эмоции Немножечко аж завершать не хочется Вроде хочется много чего сказать, поделиться Хотелось бы мне рассказать свои мысли, впечатления касаемо боссов Там какие-то моменты касаемо них Как скина, какая тактика и так далее Но не думаю, что это кому-то будет интересно И, в принципе, затягивать я бы не особо хотел В принципе, касаемо мода, касаемо боссов и так далее Надо сказать, что если путь бездны мне показался достаточно легко-легким То вот тут Это прям значительно сложнее Типа, ну... Мне, не знаю, там 10 раз путь бездны пройти с нуля Было бы гораздо проще, чем в один раз этот пантеон Даже один раз тот самый, как его пройти Зиммер и то заняло бы больше времени Потому что бездны, там, собственно, первые попытки, когда полчаса заняло Остальные были бы еще меньше Само собой Гораздо меньше А тут Ну, я на ней не один часик, скажем так, по-моему Посидел, потренил Ну, в итоге В итоге получилось все И при этом нет впечатления вот какой-то, знаете, нечестности, несправедливости А именно есть кайп от того, что ты преодолел Не такое, что, знаете, груз плеч, что типа Ох, наконец-то закончился, то, что ты сдушился Нет, а именно, что такое удовольствие Для меня есть огромная разница с меня, как раз-таки Сложенство такое и сложенство какое-то, не знаю Просто в Саратове, например Меня прям кайфанул Но такого уровня босса обычно не присутствует, на самом деле Мне кажется, в играх даже Для относительно узкой аудитории Это скорее именно в модах делает что-то такое Более жестенькое Потому что я реально не вспомню, чтобы где-то было Даже хотя бы так сопоставимо послужиться С тем, что давало это ЗМР Потому что ты можешь пройти Фулл Холлоу Найт Пройти пятый пантеон Для которых многим уже будет непосильный нож Совершенно непосильная штука А это намного сложнее прямо Но и Это не предел того, что Я бы смог, если бы хотел Очень Есть вроде как Радиенс Это самое, как его лучезарность Какая-то там вообще дикая Я там глянул, видосик Нет, такое Такое еще, так как Уже, наверное, перебор для меня было бы явно Я не представляю, сколько мне пришлось бы времени троить, чтобы Научиться с ней сражаться А ЗМР вот эту мистическую Я думаю, что мог бы выносить Примерно за пять тысячек уже сейчас скоро То есть вот Пять ударов там У меня бывало частенько такое, что Я не так много отхватывал вообще за бой с ней Но эти попытки я не буду створять, соответственно Все, ребят, уже и так много налилякал я Всем спасибо, ребят, за просмотр Собственно, кто смотрел Пейлпорт Пишите мне, если касаемо мода Будет интересно почитать Надеюсь, что я ничего не забыл Подписывайтесь на канал, если вам понравилось Я буду очень рад Оставляйте комментарии, оценивайте видео Мне тоже будет очень приятно Вступайте в интернете, если хотите Общаться на канал, где я наше себя Сучу чего В группу ВК, в которой бывают всякие инсайдики И не только Но я желаю, ребят, всем хорошим, настрой Такого же дня Всем ночью, до встречи Всех кусь-кусь И всем пока Пока